всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про основы электротехники сегодняшняя тема полупроводниковые приборы ну прежде чем я хотел бы рассказать о сегодняшней теме хотелось бы сказать пару слов то что сегодняшняя тема является не только подходящие темы основы электротехники но и является основой электроники ну а во всем по порядку о чем я буду рассказать в будущем а сегодня просто поговорим что такое полупроводниковые приборы в целом к полупроводниковым относятся твердые вещества удельного сопротивления составляет 10 минус 3 степени до 10 в 10 степени ом умноженное на сантиметр наибольшее применение на нашли германии и кремний это четырехвалетные элементы у которых на внешней оболочке имеются четыре электрона связь с электроном непрочна и электроны под действием внешней энергии как например температуры электромагнитного импульса освещение могут покидать атом становясь свободными освобождающиеся места может заполняться электроном с соседнего атома а образовавшийся там свободное место в свою очередь заполняется свободной местом другого атома и так до бесконечности таким образом полупроводниковые материалы способны к электронной и дырочной проводимости под действием электромагнитного поля главным признаком полупроводника является сильная зависимость их удельного сопротивления от примесей если в кристаллическую решетку чистого германии или кремния ввести примесь пяти валетной сурьмы то в кристалле германии или кремния появятся свободные электроны такой полупроводник полупроводник будет обладать электронной проводимости н-типа скопах он же минус чтобы имели представление если в кристаллическую решетку чистого германии или кремния ввести примесь трех валетного индия или вольфрама то одна ковалетная связь останется свободной и может заполнить электроном с соседнего атома дырку образуя повышая поле ухода электрона занимает другой электрон и так до бесконечности вот таком полупроводниковым имеет дырочная проводилась и поэтому он получил название п типа он же плюс на основное полупроводникового материала с н или п проводник проводимости могут быть построены не линейные приборы имеющие свое сопротивление что такое сопротивление я уже рассказывал в предыдущих видео ссылки будут под видео и в описании к видео под действием температуры электромагнитного поля и света ну кратко вкратце говоря что такое np типа полупроводниковые приборы n типа и полупроводниковые приборы n типа он же минус они стремятся отдать свои электроны там зависимости от потребителя а электронные полупроводники п типа они наоборот стремятся заполучить или свободные электроны это говоря вкратце своими словами и вот дальше я привожу примеры их разновидностей с помощью чего они начинают работать помимо электричества так вот терморезисторы это приборы которые изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры то есть например температуры повышается они начинают работать и те и другие полупроводники а вариометры это резисторы сопротивление которое изменяется от внешнего напряжения электромагнитного поля то есть проще говоря варистры они работают при определенном напряжении и 3 фоторезисторы это полупроводниковый прибор который зависит от своего светового излучения терморезисторы применяются для измерения или регулировки температуры а также параметрической стабильности напряжения при изменении температуры варистры примет для стабилизации напряжения в схемах управления автоматически но вот эти два терморезисторы варистор они как-то такие более ходовые детали которые чаще всего встреч встречаются и в электронике и в электротехнике ну следующее свойство электродырочного перехода присоединение двух полупроводник полупроводниковых н и п между ними образует нп переход ширина зоны которого зависит от величины и направления электромагнитного потока при отсутствии внешнего электромагнитного поля на границе п нп часть электронов из н перейдет в п от дырки из п перейдут в н у граница в этом случае со стороны н полупроводника образуется положительный заряд а со стороны п отрицательный положительный заряд п полупроводника при при препятствует переход дырок из п в н а отрицательные заряды наоборот электронов на границе перехода образуются внутренние электромагнитное поле а сопротивление перехода имеет большую величину если к нп переходу приложить внешние электромагнитное поле с теми же напряжением что и внутренние запорный слой увеличивает свою величину часть растет потенциальные барьеры и электронные дырки не могут перри пройти через переход ну это было как сказать по-научному маленько даже сложно даже я до конца честно говоря не понимаю но проще говоря свой стилик электродырочного перехода вообще начнем с того что все без исключения стремится к равновесию так вот и полупроводниковые элементы не исключением как я уже вам говорил ранее полупроводниковые приборы n типа скобках минус они стремятся отдать свои электроны а полупроводниковые приборы п типа скобках плюс они наоборот стремятся получить свободные электроны так вот н н полупроводниковые приборы n типа они стремятся отдать свой электрон чтобы у них было все в равновесии а полупроводниковые приборы п типа скобках плюс они наоборот стремятся заполучить свободный электрон чтобы уравновесить свой собственный баланс чтобы все эти полупроводниковые прибор были в равновесии вот но электрический ток существует за счет того что существует эта разность потенциалов о чем я собственно уже рассказывал в предыдущих видео ссылки также будут в описании к видео и под видео вот ну на сегодня все все спасибо не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии какие у вас вопросы может какие то есть предложения с удовольствием прочту и не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить мои новое видео но на этом все все спасибо и до новых встреч